Здравствуйте, дорогие участники! Мы немножко выбиваемся из времени нашего вещания, поэтому совсем уж коротко, но если будут вопросы, мы их обсудим. Мы не первый раз говорим о психологических аспектах реабилитации. В данном случае речь пойдет о человеке с диагнозом рака молочной железы. Мы говорим о человеке, потому что ведь мужчины тоже болеют раком молочной железы. Этот парный орган есть у любого человека. Но стоит только разница, что у мужчины в 100 раз реже, чем у женщины, переживают это заболевание. Можно сказать, что рак груди у мужчины – это казуический случай, крайне редкий. Он занимает всего 0,17% всех случаев онкологических диагнозов, как у мужчин, так и у женщин. Однако мы с вами не можем в современности игнорировать то, что люди бывают разнополые. Но при этом, конечно же, исследования обычно проводятся на женщинах, именно потому что мы с вами знаем, что рак молочной железы бывает разный и очень распространен на первом месте среди женщин. Так вот, наши психологические исследования, Центр онкологии имени Петрова, говорят о том, что 44% женщин компенсированы относительно этого заболевания. Мы говорим о психологической компенсации, эмоциональной компенсации. Однако, обратите внимание, 9% декомпенсированы по обследованиям, а вот промежуточная компенсация – 47% – это такая довольно большая цифра. Большая часть женщин, больше половины женщин, все-таки достаточно болезненно переживает этот диагноз. Я думаю, что мои наблюдения показывают за крайне редкими случаями мужских переживаний по этому поводу, они скорее тоже бывают декомпенсированы. Так вот, большая компенсация – это означает, что человек лучше адаптирован. Лучше адаптирован в своем социальном окружении. Мы всегда с вами учитываем, что человек, который живет долго, а при раке молочной железы люди живут достаточно долго, это заболевание грозное берется хорошо под контроль, но человек может не дезориентироваться в своей обычной жизни. Что является явными признаками декомпенсации? Ну, первичный признак – это когда человек просто не идет лечиться. Мы с вами уже в этом году разговаривали о том, что движет женщинами, которые почему-то избегают лечения при раке молочной железы. В континууме женственности «Мое здоровье» такие женщины выбирают условную женственность. Кстати, и мужчин это тоже касается, именно потому что мужчины, которые получают диагноз «рак молочной железы», часто показывают, по наблюдениям показывают переживания того, что они какой-то женский диагноз имеют, и тоже могут на этой почве избегать сталкиваться с лечением. И это, конечно, самый грозный момент декомпенсации. Однако, если человек идет, преодолевая свое эмоциональное напряжение по пути лечения, он тоже может быть чрезмерно эмоционально напряжен, и это может себя предъявлять как психологические и нервно-психические расстройства. Обратите внимание, все-таки мы пришли к выводу, что психические и психологические, да, будем два термина употреблять. Нервно-психические расстройства имеют отношение больше к соматическим проявлениям, а психологические очень удачно можно камуфлировать и вытеснять, потому что они никак, в общем-то, себя не предъявляют ни дрожанием рук, ни камум в горле. Однако, это именно то напряжение, с которым помогают справляться именно психологи. Если, да, переводить с русского на русский, то психологическая документация – это трудности приспособления к жизни, которая продолжается, но протекает в рамках тяжелого хронического заболевания. Нервно-психические расстройства предъявляют себя соматически, а невротизация – это когда, в общем-то, мне кажется, что я в порядке, я справляюсь, но окружающие, да, и я сам, могут отмечать некоторую астенизацию, да, человека. Истощаются психофизические ресурсы. Тенденции декомпенсации, в сущности, сопровождаются, да, исходя из общих тенденций развития индивида. Те из нас, кто имеет депрессивную, да, тенденцию, будут особо подавлены. Те из нас, кто склонен иначе себя, да, чувствовать и предъявлять в тяжелые и трудные моменты, они и будут идти вот согласно тем тенденциям, которые представлены на слайде, да, аффективные, ригидные, то есть это длительно неугасающие отрицательные эмоции, дезадаптивные, которые как раз выглядят как нарушение приспособительного поведения. Ну и сензитивность может повыситься у тех, кто и так был, да, слишком чувствительным, да, лоббильным, быстро утомляемым, склонным замыкаться. А у истерически скложенных личностей будет наблюдаться скорее перевозбуждение. Все эти компоненты при декомпенсации себя предъявляют, но есть некоторая доминанта, которую как раз и признан обозначить, да, в ходе взаимодействия психолог медицинский, чтобы оказать адресную индивидуальную помощь, да, мы не бьем сразу по всем мишеням, сначала мы исследуем, с какой личностью мы имеем дело. Последствиями декомпенсации, конечно же, в первую очередь является устойчивое снижение самооценки, ну и закрепление, или мы иначе называем это фиксацией на вторичном страхе, который связан вот этой собственной эмоциональной дестабилизацией, я ее ощущаю и никак уже не могу контролировать, подобное состояние приобретает уже характер самостоятельного угнетателя. Кстати, вот те, кто идет по депрессивной, по депрессивному пути, особенно любят угнетаться по управлению чувства вины. Я виноват в том, что со мной происходит. Как вы можете сейчас, коротенечко, самоодиагностировать свое состояние? Вот что для вас сейчас характерно? Пожалуйста, ответьте себе на эти высказывания. Могу ли я рассказывать свободно? Могу ли я не фиксироваться на этих рассказах о своем заболевании? Могу ли я не думать о том, что со мной происходит? Не могу думать, не могу не думать. Это признак декомпенсации. Совсем не могу рассказывать или хочется рассказывать снова и снова каждому? Это признак яркой декомпенсации. Бывает ли со мной так, что вроде со мной все благополучно, и вдруг внезапно меня накрывает нервный срыв? Это признак декомпенсации. Ну и вообще, я испытываю постоянное нервное напряжение. Все то, к чему раньше я был толерантин, устойчив, теперь является для меня перегрузом. Это тоже признак декомпенсации. Если же в моей жизни существуют различные смыслы, я заинтересован во многих вещах, я по-прежнему продуктивен в этих смыслах. Если я знаю, что я более реалистично подхожу к этому, грущу по этому поводу периодически, но не зацикливаюсь на этом. И если, в принципе, можно сказать, что в моей жизни есть такое понятие, такое чувство, как определенность, значит, я, в принципе, достаточно хорошо компенсирован, хотя, возможно, являюсь носителем заболевания, вот, например, рака молочной железы. Каковы же особенности людей, которые переживают рак молочной железы? Мы, конечно же, наблюдаем их на этапе лечения в стационаре, в Центре онкологии имени Петрова. Другие наблюдения практически недоступны. Так вот, все-таки речь идет о выраженном эмоциональном напряжении. Наблюдается достаточно высокий уровень личностной и ситуативной тревожности у людей, которые декомпенсированы или имеют пограничные показатели компенсации. Ну и, конечно, вот эта пресловутая сниженная самооценка. Что усугубляет эмоциональное напряжение? В клинике, как нигде, в стационаре, есть тенденция привязывать к себе опыт переживаний, связанный с заболеваниями других. Я вижу других и так или иначе осуществляю некоторую проекцию на себя того, что происходит. И это может дополнительно угнетать мою эмоциональную сферу. Ну, еще женщины в основном очень любят фиксироваться на такой взятой в кавычки причине болезни. Очень любят найти какую-то причину и зафиксироваться на ней. Чаще всего речь идет о стрессе, таком пресловутом факторе. Но мы снова и снова говорим о том, что сам по себе стресс не является фактором, образующим онкологическое заболевание. Это всегда такой большой набор факторов, который до конца не изучен. Иногда женщины беспокоятся о том, что их кто-то толкнул, обидел, случайно она задела, и какая-то физическая травма привела к повреждению молочной железы, которая потом развелась до онкологического заболевания. Кто-то думает о наследственности, о гормональных нарушениях, кто-то беспокоится. Но это тоже относится к разряду стресса, к утрату близкого человека. Обо всем этом мы с вами достаточно часто говорим при наших встречах. И я готова снова поговорить об этом отдельно. Но мы с вами все помним, что на этапе лечения ко всему этому присоединяется непосредственно лечение самого заболевания. Потому что те из вас, кто знает нас достаточно хорошо, психологов Центра онкологии имени Петрова, наверное, не раз слышали от нас, что и химиотерапия, и лучевая терапия, и большой наркоз при хирургическом вмешательстве. Ну и, конечно, теперь присоединяется и иммунотерапия. Ведь это все достаточно серьезная нагрузка на всю систему организма. И не может не сказываться на ослаблении эмоциональной сферы. Поэтому принято считать, что наиболее тяжелым по силе переживания является первичный этап поступления в стационар. А как он потом закрепится или разовьется, это мы наблюдаем, когда посещаем наших пациентов в стационаре. Качество жизни ведь оно зависит не от того, что со мной происходит. Оно зависит от того, как я к этому отношусь. Благополучие, которое размещается на социальном, физическом и психическом полях человеческой личности, это степень удовлетворения человеческих потребностей и соответствие желаний, возможностям, которые лимитированы заболеванием. И вот благополучие или качество жизни повышается за счет сокращения разрыва между идеалами. То есть мы корректируем свои ожидания и возможностями, теми, которые есть у нас в нас в настоящее время. Таким образом, вот в этом круге, в этом бублике, физический параметр может сжиматься, но по большому счету он может быть компенсирован психической и социальной составляющей. Он будет компенсирован спонтанно у меньшей половины заболевших, либо с помощью направленной работы психологической реабилитации, которая является осознанным и целенаправленным динамическим изменением отдельных психологических функций, которые обеспечиваются специально организованной психической активностью. Ну, собственно, вы читаете на слайде то, что я проговариваю вслух. Так вот, напоминаю вам, что это в рамках реабилитации всегда краткосрочная, клиентоцентрированная, индивидуальная и ориентированная на мишень, на само заболевание, работа, результатом которой является изменение отношения к травмирующей ситуации. Вот это адаптация, компенсация сегодня мы ее называем, но в том числе и повышение самооценки. Что такое самооценка и самоотношение? Иногда путают эти два термина, однако самооценка – это часть самоотношения. Вы читаете на слайде, что это эмоционально окрашенное отношение к себе в разных конкретных ситуациях. Она связана с эмоциями, которые возникают при сравнении меня и другого. Именно поэтому в стационаре так страдают люди, которые сравнивают себя и тех, кого они наблюдают рядом на больничной койке. И это то первое, что мы готовы помочь разрушить. Вот эту взаимосвязь, чтобы она не тащила мою самооценку совершенно неправомочно еще более вниз. Так вот, самооценка, штука динамическая, она, конечно же, чрезвычайно подвержена всяким понижению в условиях тяжелого хронического заболевания, но она также достаточно хорошо подтягивается, вытаскивается, возрастает в рамках плановой работы. А вот самоотношение, да, это относительно постоянное эмоциональное отношение к себе. Ну и, собственно, состоит из двух подсистем вот этих самых самооценок, ситуативной истории и эмоционально-ценностных отношений. Вот те из вас, кто очень быстро получает эффект от работы с онкопсихологом, как правило, находятся в рамках подсистемы самооценки. Это достаточно быстрая работа. Если же оказывается, что речь идет о подсистеме эмоционально-ценностных отношений, ну что же, значит, мы можем встречаться с вами чаще, регулярнее, работать более глубоко. Психологическая реабилитация, как такова, это, конечно, исследование личности человека, который заболел, и коррекция его отношения к собственному «я». Конечно же, многие из вас предпочитают заниматься самостоятельной реабилитацией. Однако, да, и вот вы сейчас как прочитаете то, что, безусловно, многие годы эти из вас, кто меня слушает, да, слышат от меня, как мы это делаем спонтанно или даже осознанно и целенаправленно, должна еще раз сказать, что осознанной либо спонтанной реабилитации эмоциональной сферы недостаточно. Полноценная реабилитация требует внешнего направленного воздействия специалиста и, желательно, онкопсихолога. Как говорится, глаз не может увидеть сам себя, да, даже мы сами психологи не беремся помогать самостоятельно самим себе, обязательно обращаемся к специалисту. В нашем городе много специалистов, вы можете их найти, наверное, уже теперь в каждом лечебном заведении. Те из вас, кто решит обратиться в Центр онкологии имени Петрова, ну, найдет здесь разнонаправленных специалистов в отделении реабилитации или обратиться в Ассоциацию онкопсихологов Северо-Западного региона России. Наверное, на сегодня это уже все, если только не возникнет каких-то вопросов к обсуждению. Благодарю вас за внимание. Благодарю вас за внимание. Благодарю вас за внимание.